Сегодня на открытии памятника перед школой боевых искусств присутствуют почетные гости. Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийский хигарь Шантыль Антон Игоревич. Президент Санкт-Петербургской Федерации Капки-Дом и глава администрации Приморского района Цент Николай Григорьевич. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Гладунов Юрий Николаевич. Заместитель главы администрации Петроградского района Цибиногин Андрей Андреевич. Председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петроградского района Щербаков Виктор Иванович. Председатель Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членами их семей Возрождения Громов Вячеслав Геннадьевич. Проректор по научно-исследовательской работе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесковта, мастер спорта СССР Ашкиназий Сергей Максимович. Двукратный чемпион СССР по карате Риш Арнольд Маркович. Руководитель Дирекции по управлению спортивными сооружениями Васильев Игорь Михайлович. Слово для приветствия предоставляется председателю комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженному мастеру спорта России, серебряному призеру Олимпийских игр Антону Игоревичу Шантырю. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые петербуржцы. Прежде всего, хочу всех поздравить с замечательным праздником сегодня, с одной стороны незаметным, но с другой стороны с очень глубокими традициями и очень глубокими духовными традициями. Сегодня весь мир празднует Международный день Хабкидо. И вообще, так уж повелось в нашей жизни, что силу, уверенность и любовь к этому миру большую роль в этом во всем играет единоборство. Также хочу выразить огромные слова благодарности Демиду Александровичу Момоту, тому человеку, который всего себя с горячей любовью, горячим сердцем отдает развитию единоборств, поддержке Хабкидо, поддержке Айкидо. И вообще забота о людях не только в нашем любимом, горячо любимом Петроградском районе, но вообще в городе и в стране. Такое количество мероприятий, которые у нас проводятся, причем достаточно серьезных мероприятий международного масштаба, под его руководством, наверное, ни одна федерация в городе этого не делает. Важно отметить, что ту память, которая оставляет за собой такие мероприятия, создание памятников, она прежде всего дорога для нас, как передача памяти нашим детям. Борцы – это же не просто люди, которые занимаются единоборствами. Борцы – это воля, это сила, это любовь к своей родине, это возможность сохранить и приумножить свои семейные традиции. Это, по-моему, помощь ближнему, нуждающемуся. И действительно принести славу, действительно славу своей любимой стране, своей любимой родине. Дмитрий Александрович, я вас горячо обнимаю и поздравляю. И всех нас с тем, что такие события, события памяти, которые останутся на века в нашем городе, они происходят, и мы в них участвуем. Спасибо. Слово для поздравления предоставляется президенту Санкт-Петербургской Федерации Капкидо и главе администрации Приморского района Сэду Николаю Григорьевичу. Добрый день, дорогие друзья. Очень важно сегодня, что здесь, в одном из, скажем так, старинных наших клубов, клубов с историей и современной школе, школе Деми Момота, в клубе Ветроградец открываем замечательное событие. Памятник, который посвящен единоборствам, борьбе. Как мы знаем с вами, в истории нашей Родины очень много знаменитых чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы. И здесь, в клубе Петроградец, выросли тоже очень много знаменитых чемпионов, чемпионов мира, Европы, различных других уровней грандмастеров. И понятно, что в наше время, сегодня, мы должны популяризировать занятия спортом, единоборствами. Это очень важно для молодого поколения, подрастающего поколения, поскольку вот молодые, юные ребята, когда они видят, что выбрана моим виду спорта, в борьбе создаются вот такие замечательные памятные арт-объекты, как вот сегодня памятник, который мы будем открывать. И, конечно, это может влиять на выборы спортивной карьеры, выбор вида спорта, которым могут заниматься. И это очень важно и для всех других федераций, посвященных единоборствам нашего города Санкт-Петербурга, поскольку борьба – это сила, это мужество, это характер, это воля, это стремление к победе. А что необходимо нашей Родине? Нам необходима сила, мужество и характер выстоять очень сложные временами, очень сложные времена. А для этого нужно очень сильное, молодое и мужественное поколение. Поэтому, Дмитрий Александрович, я вас от всей души поздравляю с замечательным событием. И, конечно же, желаю, чтобы не только в клубе Пятоградиса, а вообще в нашем городе Санкт-Петербурге развивались различные виды спорта, а наши спортсмены достигали величайших побед. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляется председателю фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членов их семей Возрождения, Громову Вячеславу Геннадьевичу. Уважаемые регистрации, санкт-петербуржцы, дорогие друзья, единоборцы, самбисты, прежде всего, самбо, потому что являлась, я считаю, самбо – это часть восточных единоборств, поэтому все оттуда выходили, и военные разведчики. Я почему сегодня хочу поздравить молодое поколение, и они об этом узнали, что вот те единоборства, ту работу, которую проводит Дмитрий Александрович, для меня это огромная честь сегодня выступать. А все военнослужащие, которые служат сегодня в Сирии на горячих точках, они всем практически занимаются единоборствами. Это тот вид, скажем, прикладного искусства боевого, который необходим, потому что те люди, которые выступают, занимаются единоборствами, они легко входят в контакт, в боевой контакт. Поэтому сегодня я считаю, что Дмитрий Александрович – это один из тех продолжателей традиций военных на протяжении многих десятилетий. Вот здесь готовит нам смену, нам, защитникам нашей стране. Нам, это нам всем, нашей стране, нашей России, многонациональной и необъятной. Поэтому, Дмитрий Александрович, я вас сегодня поздравляю за сохранность той памяти, которую вы продолжаете, что продолжаете вот эти традиции спортивные, культурные, и прежде всего, конечно, военные. Поэтому большое вам спасибо еще раз. И хотел бы напомнить молодому поколению, что в этом зале ковались и занимались не только будущие его защитники, но и тот человек, который сегодня является нашим руководителем нашей страны – это президент России Владимир Путин. Вот он здесь также мальчишки приходил, тренировался и выполнил мастера спорта Советского Союза. А в то время, не дадут мне солгать мои старшие товарищи, здесь которые стоят, находятся, выполнить мастера спорта Советского Союза было далеко не просто. И печатались они в советском спорте на последней странице, как бы на крайней. И это было очень достойно и очень было серьезно, потому что страна была практически 300 миллионов человек. Димит Александрович, еще раз спасибо за сохранение традиций. Всех благ вам, здоровья и успехов. Для торжественной церемонии открытия памятника борцы приглашаются председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Шантырь Антон Игоревич, президент Санкт-Петербургской Федерации Хапкидо и глава администрации Приморского района ЦЭП Николай Григорьевич и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владунов Юрий Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Борцы! Скульптура, посвященная мастерам боевых искусств. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В адрес директора Школы боевых искусств Демида Александровича Момата поступило поздравление от президента Международной Федерации Самбо Василия Борисовича Шестакова. Разрешите зачитать несколько строк. АПЛОДИСМЕНТЫ От Международной Федерации Самбо и от себя лично сердечно поздравляю вас со значимым событием в жизни Школы боевых искусств спортивного клуба Петроградец и, конечно, города Санкт-Петербург торжественной церемонии открытия памятной скульптуры борцы, посвященной мастерам боевых искусств. Школа боевых искусств, созданная вами 30 лет назад, является старейшей в Санкт-Петербурге и значимой для развития единоборств. За годы существования она приобрела признание, историю, традиции, прославилась с замечательными спортсменами и тренерами. Размещенную в Петроградце новая памятная скульптура борцы, в которой сошлись в динамичном поединке две фигуры спортсменов, облаченных в кимоно, смотрится уместно и очень красиво. Автор Семен Платонов отметил, что она является достоверной и динамичной, как это и бывает в восточных единоборствах. Скульптура подчеркнет красоту и ценность спорта, единоборств, привлечет внимание спортсменов, болельщиков и гостей города. Президент Международной Федерации Самбо Василий Борисович Шестаков. Слово предоставляется руководителю спортивного центра «Петроградец», мастеру спорта СССР, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Демиду Александровичу Момоту. Дорогие друзья, я риск и не рад видеть вас здесь сегодня в этот замечательный и в данную минуту солнечный день по такой замечательной для нас и очень важной дате, посвященной 30-летию школы боевых искусств. Надо сказать, что школа боевых искусств и спортивный клуб «Петроградец» на самом деле очень тесно связана. Действительно, у нас достаточно долгая и интересная история. В стенах этого комплекса выступали очень многие выдающиеся спортсмены. Сегодня часть из них здесь. Те, кто боролись по самбо, вот Николай Кононов, Валентин Степанов, Арнольд Триш, Сергей Киселев и многие-многие другие. Это действительно очень приятно. Мы гордимся, конечно, тем, что здесь очень успешно выступал наш руководитель, показывая пример всем остальным. Это, на самом деле, очень хорошая такая история. Вы знаете, боевое искусство – это такое понятие, конечно, очень емкое, но, в общем, пришло, ну, скорее, скажем так, из Запада к нам. Но хочу сказать, что уже последние десятки лет все-таки основной в своей работе в школе мы основное направление, основной акцент, основное внимание уделяем даже не столько единоборствам, как каковы, а воспитанию. И в первую очередь воспитанию детей. На мой взгляд, сегодня, как никогда, это является важным в нашей стране. Уважение к старшим, доброта, честность, порядочность, любовь к своему городу, любовь к нашей родине замечательной. Вот эти качества мы стараемся воспитывать у наших ребят. Спасибо вам, что вы пришли, спасибо вам, что вы пришли нас поздравить и поддержать. И я хочу пригласить для небольшого выступления… А, извините, Антон Игоревич очень правильно отметил, сегодня Всемирный день Треквандо, и мы хотим начать наше небольшое такое выступление с показательной программы юных треквандистов. Напомню, что наш питерский спортсмен Михаил Артамонов, который вырос в нашем городе, принес первую олимпийскую медаль в Санкт-Петербург. Он был первым в Треквандо. А Треквандо, на самом деле, заняло первое командное место на чемпионате, на Олимпийских играх. Предоставим слово нашим ребятам. Продолжение следует...